По поводу ущерба я пока ничего сказать не могу, потому как меня передёрнули некоторые издания, интернет-издания. Я не смотрел коллег, в кавычках, которые тоже любят эту тему смаковать с другой стороны, у которых частенько бывает аваков в эфире. Я на заседании Комитета Верховного Совета по свободе слова говорил, там называл определённую цифру и говорил там же, делал ударение на том, что это предварительная сумма ущерба. Некоторые издания, во-первых, доллары поменяли почему-то на гривны, видимо им это так интереснее, и убрали мою поправку, что это предварительно. На самом деле комиссия, которая подсчитывает ущерб, до сих пор работает, и там сумма внушительная. Речь идёт не только о сожжённой технике, речь идёт и о ремонте, и лечении наших коллег, в том числе Лены Зориной. Привет, Лен, если ты нас видишь сейчас, привет тебе и возвращайся бегом. Но бегом, к сожалению, Саш, не получится, мы все это прекрасно знаем, врачи говорят, как минимум, о двухмесячной реабилитации Лены. Ну, она с нами в любом случае, она с нами, вчера я с ней виделся, допоздна сидели, говорили обо всём. Ну, сейчас не Лене, Лен, выздоравливай. Саш, сущербам ясно, насколько активно следствие ведётся? В следствии, ну, если это можно так сказать, что оно ведётся, то какие-то бумаги приезжают, забирают. Какие-то, вот завтра, я так понимаю, начнутся опросы свидетелей. Завтра на комитете по свободе слова представитель Министерства внутренних дел приходит и рассказывает, что мы не передаём сервера. А у него спрашивают, а когда передали сервера? Да, в тот же день, в 21.30 передали. Подождите, вы говорите, что мы не передаём вам сервера, и тут же вы говорите, что вам передали. Зачем? Надо терминовать, надо бегом, треба по горячих следах до следствия. Будь ласка, а в яком состоянии заре сервера? Это три дня прошло, да? А эксперты их ещё досліджуют, эксперты ещё не знают, что там. То есть, я вообще не понимаю, как. То ли это эксперты такие, то ли это указание какое-то.